Всем привет, тренеры покемонов, какие нафиг, короче меня зовут Эдисон и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixel Mode. Как я говорил в прошлом эпизоде, мы начнем снимать вот с этого самого места, где мы закончили, ну в смысле где, с того самого места, где я закончил снимать в прошлом эпизоде и как я говорил я сбегаю домой, вылечу наших покемонов и вернусь вот сюда. Так, сколько он уже имеет? 63, ну нормально, пусть бегает, так я его сразу же отзову и вот вызову Шаризарда и полечу куда-то там искать еще какие-то вот такие горы, так как... Да не-не-не-не-не-не, вот я там видел одного покемона, чё ты камеру поменялся? Вот, вот тут я где-то видел вот того покемона, о котором я говорил в предыдущей части, что он типа там покемон бокса, ну просто я его не знаю, буду ли я его ловить. Ну, если мы были вот там Я его видел где-то вот тут Просто хотел показать Или я думаю, вы знаете, как он выглядит Ну, просто так Я думаю, он уже куда-то там Убежал На тренировку, там драться Так как он покемон Драки Да, его уже тут нету Пока я на Шаризарде слетал Вот туда, он уже куда-то Убежал Ну, короче Ничего такого нету Так как тот покемон, я и так его ловить не хотел И бежим, бежим, бежим И нет, не бежим А вызываем нашего Шаризарда И летим А не бежим Ууу, да чё ты так кончено вызвался Я сейчас пока тебя разверну То Вы видите, какой нужно сделать круг Какой я сделал, был там на Как бы на том острове А сделал вот круг Вот сюда Вот к этому маленькому островку И он только сейчас развернулся Как бы в противоположном направлении Ни хрена себе Это чё там такое Смотри, какая-то тусовка покемонов Какой у вас праздник, ребята Смотрите Сколько их тут одинаковых в покемонах Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь Короче, где-то штук двадцать точно есть Да ну нафиг Вас тут только что Смотрите только Какой-то у них там праздник, наверное Собрались Отметить что-то Я уже много раз замечал Вот много покемонов Ну чтобы столько, много на одном островке Хотя вот-вот я Просто заглянул Вот на этот остров Может, чтобы тут увидеть Сквиртл Он всегда Вот на таких Маленьких островках Как бы Находится И ладно Летим дальше Так, вот этот биом Нам вообще не нужен Так что можем его Нифига себе Вы видите Вот Текстуры не прогрузились Ну вы видели Сколько там покемонов разных было Сегодня какой-то праздник Все празднуют Вот-вот, смотрите Нихрена себе Где-то Штук двадцать Слоупоков Ну двадцать Не двадцать Я что-то переборщил Ну вот Один, два, три, четыре Вот эти Как они называются Забыл Да, визинг Ууу, забыл И вот сколько их тут Один, два, три, четыре Пять Шесть Шесть слоупоков Вот где-то Ну штук Десять вот таких Змей И вот таких Тоже Дофигище Нифига себе Так, может Найдем Какого Так как Я думаю Вы поняли Что здесь Много покемонов Из них Может кто-то Заспавнился Как бы Ну Покемона Боссом Ну если много Покемонов То типа Больше шанс Что из них Кто-то один Может быть Боссом Короче Я думаю Вы поняли Во звуки Вы издаете Парни Да Вообще Ничего Нету Толкового Действительно Ничего Вот Вот на таких Биомах Вообще Смысла Нету Ловить Каких-то Покемонов Или Любителям Вот таких Да Еще один Там Слоупок Я вижу И Лучше Побежим Вот В этом Направлении Или Я тут Уже Был Мне кажется Так Полетим Нихрена Себе Ну смотрите Сколько Одинаковых Покемонов На Биомах На островке Было Где-то Штук 30 Шелдеров На Том На той Биоме Где-то Было По 10 Одинаковых Покемонов Слоупоков Эконсов Визингов И Всякой Ну Не Всякой Всех Таких Одинаковых Покемонов Как бы А вот Тут Сейчас Было В воде Где-то Штук 7 Одинаковых Покемонов Воды Вот Сейчас Где-то Штук 6 7 Покемонов Ну Тех Овечек Как бы Так Короче Я Развернусь Вот Куда-то Сюда И Просто Буду Лететь 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 Пока Не Встречу Какую-то Нормальную Биому Можно Посматривать Вниз Через Незагруженные Текстуры Так как Я Например Вот Когда Словил Нашего Вот Этого Редкого Покемона Нихрена Себе Смотрите Опять Сколько Там Покемонов Вот Когда Это Да Я тут Уже Был В Этой Деревне Когда Я Словил Вот Этого Ну Того Моего Редкого Покемона Драгонера Я его Нашел Вот так Через Непрогруженные Текстуры Его Было Видно Я Видел Какая-то Там Такая Змея Ну В смысле Ну Какой-то Такой Как бы Долгий Покемон Длину И был В воде И я Сразу Понял Что Это Ну Вот Тот Как бы Редкий Покемон Так Так Такие Покемоны Наподобие Змеи Могут Быть Только Вот Это Первые Стадии Дратини Драгонейр И только Вот Тот Эканс Или Эрбок Ну Эрбок Нет Потому Что Он Уже Не Змея У Него На Второй Стадии Уже Есть Там Более Менее Какие-то Фигни Около Головы Так Что Только Два Покемона А в Аде Может Быть Только Один Покемон Похожий На Змею Вот Это Кстати Очень Сильный Покемон Но Я Его Не Буду Ловить И Даже Не Буду Нападать На Него Я Вроде Был Уже В Этой Деревне Да Я Уже Все Тут Обмародер Ставал Ограбил И Просто Напросто Летим Вот Туда Вот А не Не Я думал Вот Такая Биома Типа Горы Чтобы Еще Найти Два 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 Камня Тандер Стона Ну Вот Кстати Можно Пум Упали Вообще Как-то Нежелательно Так Падать Я Просто Упал Чтобы Вот Напасть На 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 Вот Этого Покемона Чтобы Немножко Его Прокачать Но Он Сильный Зараза Чтобы Не Убил Хотя Б Одного Покемона Додумаю Нет Я Просто Так Остановился И напал На него Чтобы Немножко Прокачать Я думаю Вы Понимаете Драгон Рейдж Еще раз И Еще раз Три Три Удара И Да Вот Мы Прокачали Нашего Гастли К Прокачали Гастли К Следующей Его Стадии Хантеру И И Вот Мы Нашли Райчу Да 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 Ну Я Я Его Не Буду Ловить Я Не Вижу Смысла Просто Напросто Зачем То бишь У нас Уже Есть Так Иди сюда Я Я Тебя Лучше Убью И Прокачаюсь Немножко Хотя 27 Уровень Не Такой Уж Большой Ну Смотрите Он Ну Убьет Наш Воиви Нет Он 27 Уровень Еще Один Такой Покемон Да Ты Издеваешься Вот 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 Я Только Сейчас Увидел Вот Змея В воде Как я Говорил Еще Один Редкий Покемон Который Уже У нас Есть Да Фу 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 Еще Один Вот Тут Демешкой Вожу Да Ты Что Дурной Спаунер Майнкрафта Два Редких Покемона В одном Озере Я Я Я Не знаю Когда Я Играл Сам Я Не знаю Сколько Я Времени Потратил Чтобы Найти Вот Такого Одного Покемона И Когда Я Нашел Его Вот Тут Так Сразу И Даже Это Не Сразу Было Я Я Просто Учудился Как То А Вот Тут Я Напал На Райчу И Честно Да Че Я Так Много Раз Говорю Я Я Я Я Я Даже Не Видел Что Там Есть Какой Покемон И Просто Когда Я Воевал С Райчу Выбирал Какие Удары Ему Нанести Я Просто Смотрю Опа Еще Один Такой Редкий Покемон В Воде Потом Опачки Еще Один Такой Покемон За Пару Шагов От Него Это Хрень Какая Полная Настоящая Хрень Чтобы Так Два Редких Покемона Заспавнились В Одной Биоме Но Я Его Не Буду Ловить На Фиганом Три Одинаковых Покемона Согласитесь Хотя Это Редкий Покемон Ну Я Просто Не Вижу Смысла Да Зря Я Вызвал Иви Хотя Да Это Редкий Покемон Как Я Уже Сказал Но Я Не Вижу Смысла Три Иметь Три Одинаковых Покемона Согласитесь Да Это Вообще Хрень Какая Полная Зря Я Вызвал Шаризарда Да Зря Я Так И понял Зря Я Вообще На Этого Покемона Напал Убью Не Убью Убью Убили Редкого Покемона Да Такого Я Вообще Не Отжидал От Себя Это Вообще Какая Непонятная Фигня Честное Слово Короче Я Уже У меня Башка Кипит Уже Как Это Вообще Может Быть Вот Кстати Прикольный Покемон Снорлакс Самой Той Покебол Которая У нас Есть В Сундуке Дома Называется Хэви Бол Я думаю Вы уже По названию Сами Поняли Что это За Покебол Если он Называется Хэви Бол Типа Типа Дал Я Я Я Знаю Это Или Звук Майнкрафта Такой Сам Или Звук Вот Этого Мода Что Где-то Рядом Есть Даже Не Редкий А Легендарный Покемон Честное Слово Я Не знаю Если Кто-то В этом Разбирается Напишите В комментарии Или Это Просто Звук Ну Я Думаю Вы Не Слышали Но Какой Такой Страшный Звук Был Тут Монстр Вроде Нет Чтобы Какие-то Такие Звуки Сдавали И Я Честное Слово Я До сих Пор Не Могу Забыть Что Два Редких Покемона Даже Можно Сказать Самый Редкий Покемон После Легендарных Покемонов Ну Не Считая Доисторических Покемонов Которые Закаменелые И Которые Лежат В шахтах Ну Сколько Я Времени Потратил Чтобы Найти Вот Одного Такого Покемона И Чтобы Его Словить А Вот Тут Я Даже Его Не 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 Хотел Найти Даже Не Хотел Увидеть Или Еще Что То Просто Начал Драться С Райчу И Вот Смотрю Один Покемон Офигел Смотрю Еще Один Покемон Обалдел Да Кстати Я Говорил Райчу Что Я Не Вижу Смысла Его Ловить Так Как У У У Два Тандер Стона Чтобы Его Прокачать Ну Смотрите Нафига Я Сейчас Тогда Собираю Тандер Стоны Если Я Могу Просто Напросто Вот Схватить Тобор Райчу И Просто Засунуть Его В В В Компьютер Или Еще Просто С ним Бегать А Тот Пикачу Что Я С ним Буду Делать Ничего Если Даже Так Смотреть Если Смотреть Например Если Твой Пикачу Например Там 20 Уровень И У Тебя Уже Есть Вот Это Тандер Камень Чтобы Его Прокачать Не Нужно Его Сразу Прокачивать При Первой Возможности Так Как Чем Больше Уровень Покемона На Первой Стадии И Ты Его Качаешь Ну Например У Я Думаю Вы Понимаете Что С Каждым Уровнем Как Бы Характеристики Покемона Увеличиваются Каждый Уровень Так Как Когда Я Прокачиваю Покемона Всегда Клацаю 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 И Там Пишет Сколько Плюсиков Мне Дало К Вот Этой Характеристики Сколько Вот Этой И Сколько Вот Этой И Например Если У тебя Пикачу Там 20 Уровень И У тебя Там Пусть Будет 30 Атаки И 20 Скорости Атаки И Ты Если Прокачаешь Райчу Сразу На 20 Уровню То У этого Райчу Будет Только 30 Как Бы Сразу Так Как Было В Пикачу Останется 30 Атаки И 20 Скорости Атаки И С Каждым Уровнем Когда Ты Будешь Больше Прокачивать Райчу У него Будет Расти Только Сила Например Там Будет Дальше 32 34 36 Ну Плюс 2 Каждый Уровень А Скорость Атаки У него Расти Не Будет Так Как Ты Прокачал На 20 Уровне С Пикачу В Райчу Все У него Такая Атака Останется Как Не Атака Скорость Атаки Такая Как У него Была Если Я Прокачаю Пикачу Там В 40 Уровне У него Там Уже Будет Где-то 60 Атаки И Где-то 50 Скорости Атаки И Я Прокачаю Райчу На 40 Уровне Пикачу И В Райчу Уже Можно Будет Сказать Будет 60 Атаки И 50 Скорости Атаки Если Прокачать Того Первого Райчу К 60 Уровню Который Я Говорил Только Что Если Его Прокачать В Райчу Сразу На 20 Уровне Пикачу То У него Так же Останется Скорость Атаки Как И Было На 20 Уровне Я Думаю Вы Поняли Что Я Сказал Потому Что Если Честно Говорю Я Сам Не Понял Что Я Сказал Ну Я Хотя Надеюсь Что Вы Поняли И Да Короче Вот Так Все Я Честно Даже Не Знаю Прокачивать Ли Пикачу К Врачу Так Как У Каждого С Них Есть Свои Характеристики Например У Пикачу Намного Больше Скорости Атаки Чем Врачу А врачу Намного Больше Атаки Чем В Пикачу И И И И И Поэтому Я Не Знаю Мистер Майм Прикольный Покемон Такой Как Б Человек Клоун Нет У него Вроде Тут Эволюции Нету Я Не Знаю Есть ли У него Эволюции Вообще Типа Во всей Серии Покемонов Но Я Думаю Что Есть Но Вот В этом Моде Как бы Эволюции Некоторых Покемонов Еще Как Бы Не Реализированы Да Нет Они Не Имеют Ну Эволюции Еще Имеют Но Их Еще Не Сделают Фух Что Я Рассказываю 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 А сам Не Понимаю О Чем Я Думаю На можно заканчивать уже эту серию думаю уже все таки да так мы уже просто-напросто побудили немножко по миру вроде что словили какого-то покемона или нет я я честно слово я даже не помню что было уже с предыдущем эпизоде поэтому могу иногда неправильно называть и да думаю на этом можно заканчивать и и как всегда я пост я поставлю вейпоинт вот тут и да вот любой пейпоинт пусть будет так а вот старые вейпоинты которые были вот тут не вот тут вот тут я их удалю чтобы просто-напросто не мешай и все да я сбегаю домой полечу наших покемона это будет достаточно таки долго как вы видите как вы видите там достаточно таки большое расстояние ну я вернусь вот сюда и продолжу вот тут и потом как всегда пойдем блуждать еще найдем два тандер стона уже имеем фаер стон и и и и и и и да все всем спасибо за просмотр ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал всем спасибо всем удачи всем пока